Ну что же, пора заканчивать. Ваншот. В общем, только черным стрелем достаточно одного выстрела. Этим дохлым некромантам тоже хватает попадания в голову. Совсем я забыл, почему-то же здесь хэдшоты реализованы. Что, конечно же, несомненный плюс этой игры. С той стороны еще один ходит. Где-то с лука можно стрелять. О, все, пошло не так. Блин, поднял панику, вышли стражники. Кажется, я что-то слышал. Думал ударить. Блин, да я хотел просто ударить. Ну да ладно. А вот этих мощных некромантов уже так просто и не расстрелишь. Которые вот тут будут стоять. Просто нельзя отсвечивать. Особенно нельзя отсвечивать вот с этими господами. Они вообще не прощают. Бегают очень быстро, бьют очень больно. Крайне неприятные молодые люди. Еще один должен ходить здесь. Вот только где он? Да-да, смерть. Смерть это хорошо. Блин. Спалился как-то я все-таки. Что, все? Задумался я о чем-то о своем. Своих черных некроманских делах. Слушай, не ходи здесь. Не мешай мне творить добро. Творить добро из темных углов. Да, пока все идет неплохо. Но впереди библиотека. Главное не поднимать шума. Хотя там эти сектанты меня, по-моему, спалили. Но они наверняка не настучат. С большой толпой мне не справиться. А если поднимется паника, то там эти рыцари-вампиры просто из всех щелей полезут. они очень уж неприятные, молодые люди. Бегают очень быстро. Бьют очень больно. И вообще... Вообще там вот разгуливают еще один. Черный Стражник, который может поднять панику. Иди-иди сюда. Раз меня ярости чуть-чуть не хватает. И вон там этот самый стоит. Освещение нормальное. Скорее, у меня сейчас спарят просто. Уже спалили. Нужно действовать быстро. И решительно. Вот черт, а лет-то закончился. Но где-то упал. Что-то должен был. А! Отлично! Также отлично, как я сейчас выстрелил. Что, где концы и друзья еще? Ну, где кто-нибудь? Срочно требуется враг. А нет никого. Хотя нет, есть. Но уже поздно. Все? Ты опоздал? Она наверняка не последняя. Где-то еще должен кто-то ходить. Что-то немного пошуметь, наверное. Нет, никого. Подозрительно. Ну, можно пока одеть колечко, надо полечиться. Пока мне единица крона не особо нужна. Вот тут, по-моему, если поднять панику, то выбежит там, не знаю, штуки 4 или 5 этих. Кто-то там продолжает практиковаться, как ничего не бывало. Что, спалил? Черт. Как так-то? Побежали. Потерял меня, извили. Ах, ты ж дрянь. Нет, 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 нет. Сейчас откатит. Да здесь я, здесь. Эй. Поперой. Будет подниматься. Вот, блин, ладно, нормально они скачали мне. Они не успокаиваются просто. Второй-то не скачался, нифига. Где он? Блин, это было уже довольно опасно. Вообще, некромант стоит. Нельзя блокер ослаблять. Пусть кольцо пока восстанавливает магию. В смысле здоровья. Там можно аккуратно подрезать. Никуда не торопиться, судя по всему. Э, какого хрена я же отпустил кнопку? В следующий раз такой затух может и крайне печально закончиться. Приготовься, на записи. Слушай. У меня какая-то черная полоса началась. Вовремя я. Наверняка эта сфера здесь непросто. Думаю, это магический ключ. Некроманты вечно крадут идеи у колдунов. Там еда валялась где-то. Вот, пусть будет так. Сейчас еще некроманты будут в промышленных масштабах. Целых три. И очень опасных. Это бойня? Нет, лаборатория. Тем, кто поклоняется смерти, все равно, каким путем познавать тайны жизни. Лучше ставить опыт, чем быть подопытным. Ну, вот именно. По крайней мере, так считают они. Через парадную дверь я точно не пойду. Это все плохо закончится. Нужно прокрасться. Вот, пока все отвернулись. Надо добраться до первого. Ну, один запаниковал. Второму вообще пофиг. Что происходит? Так, ну, что ты будешь делать? Куда пойдешь? Блин, это плохо, конечно, что он так вот. Успокоился, судя по всему. Зря. Шикарно он повернулся. Впрочем, ладно, как раз очень удачно рыч накопал. Где там главный-то ваш? С ключом, который... Отдай ключ. Впрочем-то, ничего. Зато можно набить ярости на этих. Господа. Набивать их нет особого смысла. Да, и долго это. А вот, полоску ярости заполнить. Чтобы потом, при случае, воспользоваться. Это да. Ну вот, как нормально. Сейчас ведь закончится самый непоходящий момент. А, нет, нормально. Не провоцируйте меня на плохие действия. Хм, бежал. Ну и правильно. Блин, так и... Но нет. Я очень положительный персонаж. Прямо само воплощение доброты. Если я останусь в живых, то уничтожи это место голыми руками. Арентир мне дорог заплатить. Линна. Она жива. Помогите мне. Привет, твой жилая жилая. Помогите мне. Линна. Нет. Довольно бездарная отрата. Сейчас была одного из рейджа. Конечно, уже. Ну где враг? Враг, враг, враг. Ох. Норм. Хотя его тоже не сложно было здесь подрезать. По-тихому. Что у меня за кольцо? На урон. Нормально. Что? Так, не видишь, что спалил? Вот дрянь. Да, ледяная лука-то отличная штука. Сначала срезаем часовых. Блин. Фактически на этом все. Можно открыть дверь и спокойно уйти. Нет смысла их убивать. Но он сам напросился. Типа труп нашел. Ваши тут посюду трупы. Вы должны к этому крайне спокойно относитесь. Подумаешь, чей-то неудачный эксперимент. Одним больше, одним меньше. Еще один бежит. Паникер. Но зато их так разделил по одному фактически. Где он там? Так, ну. Куда дальше? Следующим трупом. Блин. Иногда из-за таких нелепых моментов. Можно очень нехорошо умереть. Я не должен спалить еще. Ни с места не верну. Блин. Все идет не так. Как задумано. Надо придется в пострелушке поиграть. Возможно, что и не очень долго. Да, даже. Что все? Потрачу пару лечилок. Больше нет никого. Здесь, по-моему, ловушка. Да? Правильно помню? Да. Все равно не откроем. Можно было сюда не идти. Вообще, можно было сразу открыть эту решетку и спокойно уйти. Вот так вот. Ну-ка. Слышь. Забавно. Где ориентир держит свой дневник? Где нам найти его? Здесь же никого нет, по-моему. Кто-нибудь. Кто-нибудь, у кого еще есть. Вновь она? Забудь о ней. Нам надо найти череп. Она будет только помехой. Что? Надо спуститься в яму. У нас нет времени возиться с девчонкой. Ты должен остановить орантира. Да, у меня чуть ли не нимб сияет там. А ты говоришь, чтобы я забыл о девчонке? Не-не-не. Так не пойдет. Поехали за женщиной. Хотя, кстати, можно было взять вампирский меч и подлечиться с этих паучков. У нас паукан. Что-то у вас здесь. Интересно, вот эти, по-моему, уже стрелы есть в Польше. Чистый телефический. Они должны прям массово убиваться. Я сейчас предчувствую, прям как это мамашка пауканов умрет быстро. Здесь нет всяких стрел под яростью. И это будет намного быстрее, чем... Ну, гигантские пауки. Иди один, там и десять. Будь уверен. Не дайте забрать мои души, помогите! Спокойно, Лина. Я думаю, долго ждать не придется. Надежнее, как обычно, лежал закинуть. Вот, когда она голову наклоняет, по-моему. Паукан тоже попал под эффект леда. Что? Все? А, нет. А, ей нужно брюху нападать. Да, точно, вот почему я так долго убивал в первый раз. Сейчас она такая. Оп! Ай, профукал. Хотя нет. Блин, кто-либо попал, а там не попало. Что-то непонятно происходит. Что-то непонятно происходит. Дело, электроника, кнопка. А, ну вот и все. Собственно. Всего и делов. Освободи меня из паутины. Она же меня сейчас полечит. Точно. Сэр, дорогой, я Илов-свидетель, как я тебе благодарна. Да-да-да. Я такой. Ты пожалеешь об этом. Она станет помехой. Пока нет. Ох, паучок. Откуда ты взялся еще? Не знаю, откуда тебе девать. Уже ничего нет. Но можно отсюда расстреливать. Ладно, пойдем. Где-то там. Я уж было подумал. Застряла в ногах у паучихи. Эй, блин, хватит теряться. Куда очки вложить. Сэр, скажи мне правду. Что с тобой случилось? Откуда эта римоническая аура? Не могу поверить, что ты один из... Она хочет сделать тебя своей игрушкой. Ее слова чистый яд. Не слушай ее. Я бы рассказал, что все не так просто. Ничего не говори. Я знаю, ты можешь очиститься. Не снимай отсюда, вывинься. Я пошлю весточку жрецу святилища Иллафа в стол. Он поможет тебе. Его зовут Дива. Он добрый человек. Не слушай ее. Она не знает, кто ты. Ей не ведомо твое могущество. Я спасла тебе жизнь. Она тебя просто использует. А теперь, когда ты близок к тому, что твое по праву, она хочет, чтобы ты отрекся от своей силы. Что она тогда за друг? Наверное, здоровье. Наиболее универсальное. Вариантов, на самом деле, два. Либо здоровье вкинуть, либо... Либо взять убежище. С чермом. Ближний бой брать не хочу все же. Это больше. Воинские перебабахи. Сколько там было свитков. Вроде и здоровье не особо нужно. Ну, хотя как не нужно. Да, это будет здоровье. Здоровье еще лишнее никому не вредило. Это точно. Хотя, конечно, убежище эффективнее. Ну, я уже бегал. С магией хватит. Здесь. Стоять. Блин, я не хотел его трогать. Слушайте, ученики, может, вы свалите, а? Я не хочу вас убивать, но... Вы не оставляйте мне выбор же. Хорошо, что у меня лечилка есть. Так и быть, я вас прощу за это. Надену-ка я кольцо защипят огня. Блин, дайте пройти. Вы уже прям напрашиваетесь так упорно. Первый пошел. Второй пошел. Слушайте, ну... Вы троллите меня, что ли, или что? Или вы где-то себе бессмертие прописали? В консоли. Что так дерзко себя ведете? Отлично, он еще спиной встал. Ммм... Некромант и Черный Рыцарь остался. Два Черных Рыцаря. Вот оно как. Два Черных Рыцаря и Некроманты. Блин. Или они проверяют мою чашу терпения? Вот черт, я уж думал, все. Спалил, а он все-таки спалил. Да, да, отлично. Просто это было великолепно. Как же я затупил. Да, получилось не очень. Хотя было все так красиво. Но эти упыри... Я даже не знаю, как их назвать еще иначе. И ты. Сам темный. Мессия идет. Господа, вы снова хотите мне вмешать? Это может крайне пагубно сказаться на вашем здоровье. Я терпеливый, конечно. Но у всего же есть свои границы. Так, идет проверять. Блин. О, норм. Кинжал в спину. Как это весело. Почему Некроманты мне раздали всем посохи какие-нибудь? Ну куда ты побежал? Ну подумаешь, труп. Что трупов не видел. А, он к другому трубу пошел. Ладно, стой там. А я тут. Я тут вот этого прижарю. Так, и что? Что ты будешь делать? Суровый Некромант с посохом. Да черт побери. А он неплохой. Пользуется. Должен заметить. Нормально он мне втащил. Так, ну все. Что? Где там? Эта женщина. Рада, что сюда еще зайти. Забрать что-нибудь. Что здесь есть. Каменная кожа. Ну, может пригодится. Последний бой. Не страшно, но должно быть. Ну, еще одна. Прям как бы намекает на то, что скоро драться с укуреми. А эти эликсиры там вполне-вполне нормально заходят. Но нужно пытаться в моем случае, конечно же, обходить. Купыри. Хорошо, пошли. Пойдем, аптечка моя. Передвижная. Эй, ну не убивай их, ну. Ты знаешь, сколько я пытался сделать, чтобы они и жили. Но болеем. Видимо, дальше мы не пройдем, пока она их не вшатает. Ну, друзья, я пытался вас спасти как мог. Так что не... Рука не поднимается. А делать нечего. Вдруг вы вырастите, станете плохими большими некромантами. Кто вас знает, поубиваете, там куча людей. Зло нужно искоренять прям сразу, пока она еще не оформилась. Блин, знал бы, сразу бы их порешил. Чего уж теперь. Идет. Хорошо, что идет. Не теряется нигде. Давай, заходи, поехали. Что мне там нужно? Семечков. Мне придется остаться здесь и закрыть портал, Саров. Я не хочу расставаться с тобой, но будет хуже, если за нами последует некромант. Саров, постой. Не забудь мои слова о святилище, прошу. Я хочу вернуть того Сарафа, которого встретила в доме Дмитрия. Не слушай ее. Ты тот, кто ты есть. Ничего не бойся. А, так вот что значила эта запись в дневнике. Там все равно ничего интересного. Я бы не вытащил из тех комнат. Так что, можно сразу идти в город мертвяков. Так, куда? А, ну да, точно. Сюда. Спробую большую часть обойти, как обычно. Не дай Лене себя запутать. Лене неведомо, кто ты такой. Она использовала тебя, чтобы достичь своих целей. А теперь хочет, чтобы ты отверг свой род и свою судьбу. А, да. Похоже, всем женщинам от меня что-то нужно. Не для себя стараюсь. Для нас обоих. И поверь, ты будешь только рад дать то, что мне нужно. Да, иди туда. Не ходи туда. Ты приведешь сюда упырей, и тогда нам конец. Возможно. Возможно. Тункан. А, вон вязычек. Наконец-то. Я боялся, что тебя схватили некроманты. Они повсюду. Ты не знаешь, как попасть в Некрополь, минуя битву? Я нет. А вот кузен Перси знает. Ему знаком каждый дюйм городских катакомб. Я предупредил его о тебе. На тот случай, если со мной что-нибудь случится. Остаешь. Отпахни. Вы slide. Субтитры сделал DimaTorzok 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 не было не было да 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 фу что за смрад похоже на драконью магию зачем тебе идти туда любовь моя входи оставь свои тревоги а ты и привык демона в целом солнце рэш один ты готов а второй ты все еще где то нормально размял если кстати хватит очков можно даже но это 10 очков да стой ты не посмеешь меня убить поделитель мой я прикрати что пожелаешь что навести меня свет свет рвет меня на части я спалю твою душу любовь моя клянусь я вырву твою душу что ты наделал сына мой ты ответишь за это ты заплатишь врагу и прошел испытание ты отверг искушение нечистого пламени за это прими дар чистейшего света и с пользой его блага сарев сын изабель кто ты я древний враг твоего отца ступай возродище седьмого дракона не дай миру стать огнем и пеплом от до 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 драконии оружие использовать можно выкинуть это можно выкинуть это пора было выкинуть как и это вот вот они кинжала кстати всего на единицу больше урона но зато против нежити целых 14 единиц да ну и конечно же травляющий лук все еще не избавился а тут аж 18 к урону посох это для магов 8 к урону 16 хантарам но тут конечно драконий лук это если бы он еще не отсвечивал так впрочем ладно пора пустить его в дело и почему я стрелилась голова нормально нормально можно воевать два выпадания выдерживают странно мне казалось что там одного всегда хватало грибочек не забудь забрать и да и да и да отравленный отравленный гриб а если 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 то нужно это нужно выправить ну наверх не полезу там ничего особо можно я раз набить опять все придется пройти и и и и и и смысл из смысл из помню там все здесь вас просто тонны я А воды-то и нет еще? Уходи, эй, уходи. Но после добивания драконьими кинжалами явно не должны выжить. Да, завязываете вы уже появляться, а? Что, последний? Нет? Конечно, последний. Ну давай, что-то там затупил. Хочет идти. Странно. Всего две стрелы пережил. Что? Все? Да. Давай открывай. Два очка, кстати, всего осталось. Для того, чтобы последнее здоровье взять. Блин, сейчас это громаячерица. Вероятно, придется одевать вообще по одной тычке всего, заболисты. что-то там что-то лежит, да? Что? Включилка. Нет, включилка я прыгать не буду. Главное, что он сейчас не ваншотнул внезапно опять. Как это любят делать пауками. Промазал. Он слишком суровый. Зачем эти 70 хп брал? Намного выгоднее было взять. Ладно, не убил убежище, как я уже говорил. Ну что же, у меня как раз есть три свитка убежища. Этого-то мне и не хватало. Жаль, я не могу всюду возить ее за собой. Я все сомневался, для какого боя мне ее отложить. Для этого или для последнего? Видимо, для этого. Главное, не промахиваться. Так. Понеслась. Раз попадание. Блин, рука лицо. Два. Три. Блин, мне кажется еще один использовать. У меня их всего два. Может все-таки вправо через скаймную кожу и взяли полного лечения. Так. Под камней кожей, она не должна меня вам шутнуть. Черт, рука лицо. Подоезжаешь. 18 хп осталось. Просто 18 хп. Это учитывая, что у меня класс брони 7. Да. Жестокий. Ничего. Зато два свитка уберил. Но что он открывает. Зато два свитка сохранил убежище. Тоже неплохо. Понеслась. Блин, здоровья только что-то. Маловато. Маловато. Как-нибудь бы восстановить. А лечилки-то и тратить не хочется. Но ничего не поделаешь. Блин, она меня полечила ведь. Да. Какой я суровый. Кстати, у меня же как раз 10 очков. Можно здоровье последнее взять. Почему бы и нет. Наш 12 очков. И можно броник надеть. О, как я козырно выгляжу. А если еще меч взять в руки. То вот полноценный воин. 90 хп все дела. Счета не хватает. Но на него я уже никак не насобираю. Да и не воин я. Совсем даже. Я намного лучше. Профессиональный убиватель. Остался буквально последний рывок. Остался буквально. да да мужики полностью плохо отличное начало просто шикарная что за залипать начинаю нужно сконцентрироваться собрать волю в кулак просто а Неплохо. Слушай, шум этот неупакоенный. Ну, подними голову. В общем, так тоже потянешь. Ну, подними голову. Кстати, нормальная тема. Всегда учитываю, что там лич впереди. Который меня уже спалил. А бьют они очень больно. Что-то от некроманта, что-то от лич. Вот и рыч накопал. Готово. Теперь Иштван свободен. Здорово. Мне осталось еще не разбиться здесь. О-о-о-о-о-о-о. Все нормально. Вживую. Вживую. Блин. Прям из-под ног вылезешь. Слушай. Умри. Вживую. Вживую. Слушай. Вживую. 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 Он, кстати, по ловушке попал, поэтому под ним этим блоком заехал, а он упал. Кто шагает дружно в ряд. Мердзеков отряд. Так, ну, в целом неплохо. Пока что все. Главное, не умереть как-нибудь нелепо теперь. Под крышу забраться. Так, я сейчас не залезу. Эй, ну, я, по-моему, теперь еще не спрыгну. Нет, все нормально. Блин. Вот черт. С врагами разобросы не так проблематично, как... Как, блин, не умереть, внезапно кого-нибудь падение. Во, все, я думаю, сейчас здесь по краю пройду. Конечно, интересный момент, как зомби вылезают из каменного просто помоста. Ну, в общем-то, и все. Правда, некроманты еще ходят. Которые опасные. Запаниковал явно. Я уже успокоился. Зря. Не хочу стоять. Все. До свидания. Предпоследний, по-моему, рывок. И финальный бой. И финальный бой. Ну, что, все. Ну, что, все. Вот сейчас прям дилемма. В тупую расстрелять. Либо спуститься и попытаться подрезать. Не хочу рисковать. Тем более, что драконь в луках ваншотит. И выпадание в голову. Нормальная тема. Эй, ну-ка, не убегай. Как там говорили орки. Сражайся, как мужчина. Должен встать под стрелой и умереть. Да. Лоджик хитрый. Ха. Интересно, он это осознанно делает или просто... Такое рандомное поведение у него. Он еще один, кстати, крадется. О-о-о. Совсем забор, что меня сейчас накапает. Блин, неловко. Получилось. Черт, ну не на тебя же. Блин. Перепутал. О-о-о. Ну ладно. Что? Что это было? О-о-о. Отстань. Ты же не видишь меня, правда? Нужно бы как-нибудь выцепить сейчас этого. Как-то я что-то слышал. Да блин, где... Где ваш... Босс? Где же? А! Он бежит. Сам меня палит, нет? количество этих ловушек зашкаливает но почему не убить напрямую если есть такая возможность главное не промахиваться а то сразу заагрится просто благодарю тебя за то что вернул ему свободу я помогу тебе одолеть глупца нормально они тут расправлюсь даже без твоей помощи один уже умер второй тоже чтобы не очень сложно давайте спуститься вниз были на 6 очков так светло так не есть хорошо это все а вообще можно спуститься помогут по этой просто дело такое лучше спокойно никуда не торопясь чем спешить блин не могу рассмотреть еще что там за рыцарь на этот опасный который держитесь тени сейчас запалит так что там где там да забей и хочет хочет искать зря там же и слег ох ты ж блин так понеслась наполовину хп меня просадил с удара все равно не когда нужно уже использовать деле полного лечения все концов так чуть не нашумел эти тоже своими огоньками неплохо так могут прижечь при случае это побежал некромант видимо где-то что-то нашел ага еще и рыцарь что у вас лукопровать срезать ну его нафиг сейчас не надумаешь повернуться внезапно все крест за головой оранжет здесь же никого будут там только внизу когда за мной нет так тихо никто не говорит в башке про тебя-то я и забыл пока мы вместе я переживаю из-за того что в общем ладно небольшая прелюдия перед сражением ну сейчас бы ударил спалился блин она мне сейчас всю малину может испортить просто чертова женщина ну куда ты пошла блин как же она сейчас не в тему это просто жесть полечи хоть меня тогда там уже орантир фаерболами накидывает блин вот же баба я мог просто подкрасться к нему и подрезать его ваншотнуть в спину а из-за нее теперь ни черта не могу сделать блин где моя зеликаменная кожа мне конечно и так сложно разобраться но подойти и ковырнуть его в спину вместо всего этого можно было просто подойти вот так вот и тык его блин там-то не сохранялся вот здесь на моей стороне на моей стороне столетия упорного труда на твоей жалки и на тебе самое интересное будет вот там стоять и никуда не пойдет потому что типа страшно я илья по небу так на разрушения в чистом виде, милицания и невозвращенные миром. Война это же двуличное сердце, двойной рамы, отборщивания. Ох ты ж блин. Эй, где мой лук? Эй, ну блин, кнопки путаю. Ох, черт возьми, просто. Вот переложил слоты и все, ничего сделать не могу. Не знаю, проще просто кинжал не заковырять здесь вот. Давай, вызывай своего дракона. Война это же двуличное сердце, двойной рамы, отборщивания в чистом виде, милицания и невозвращенных миром. Ох! Война это же двуличное сердце. Свои военные. Покупил звук зелы в другой воду. У меня они не выходят. Открыл лиоженский путь, Путин в раме, должен на веке остаться в своем клёву? Я принесу шерпус тонкел и туши людей у тебя. Слушай, ты нет. Час расплаты нет никого. Всего и делов там. Блин, как бы я тебя сейчас... Как же я тебе благодарен, женщина, за то, что ты мне весь бой испортила просто. Так, ну в прошлый раз не показал. Две концовки. Но там-то был злодей. Сейчас покажу обе за хорошего персонажа. Для начала оставляем череп. Десять веков будет крепость стоять. Стены, застывшие криком немым. И рогатые лорды склонятся пред тем, Кто еще не рожден от хозяина тьмы. Полночь настанет, затмится луна, И откроется склеп, где покоятся мощи той, Что имя земле и народу дала, Многоликой, седьмой, непрочной. Ребята, такой же слабый, легкотярый, как двояк, несчастная мать. Будут выброгрены, полночь. Три пиздоров. Черпай у меня силы, если твои... Скорее! Довольно. То, что было начато седьмым драконом, Совершится здесь и сейчас. Ребята, вы еще гранатитесь в моих руках. Ты, по-наступнице, бегает ваш ворот. Помни, я древний демон. Я терпелив. Однажды я скоку свободен, И я его знаю, что настоящий вонь. Скованный пленник остался в целях. Древние силы нетронуто спят. Страх или гнев повернет колесо. Судьбы народа на чаши весов. Вот как-то так, если оставить его себе. Ну и... Что будет, если... Вернуть. Вообще, на самом деле, концовки здесь различаются примерно как... Ммм... Чем бы сравнить. Саров, это неверный путь. Не дай черепу погубить твою душу. Борись с ним, Саров. Примерно как в третьем масс-эффекте. Там, мой сын, наследник мой дела. Ближе. Ближе неси мне череп. Унистошь меня не дурить, Клюву, древнюю врага. Я же далеко, вроде дурьбы. Если вы понимаете, о чем я. Вот там, сын мой. Десять веков будет крепость стоять. Стены, застывшие криком немым. И рогатые лорды склонятся пред тем, Кто еще не рожден от хозяина тьмы. Полночь настанет, затмится луна, И откроется склеп, где покоятся мощи, Той, что имя земле и народу дала, Многоликой, седьмой, непорочной. Смешивайся! Вижу ко мне, сын мой и твой спаситель. Саров, нет! Что ты делаешь? Я желаю, веку к выкинула из такой хрун. Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Надеюсь, тростерсный перебираться. Отец, я возвращаю тебе свободу. Смешивайся! Скоро, о чем пойдем на горе, И летний счет бессонета. Я вздыхаю руки, Мы впервые за ноги, Так, не вижу на них цветы. Грянет алая вспышка во тьме, Демон скор на расправу и яр, Мир склонится пред темным владыкой, Как предрек колдун цар-шиза. Да, в общем, как-то так. Ну и на этом, наверное, можно забыть уже о темной миссии, еще на несколько лет. Наигрался я, похоже, в него, да. Ну, опять же, всем спасибо за просмотры, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok